Еще раз поздравляем вас с серебряными медалями Чемпионата мира. Насколько было для вас неожиданным предложение поменять гражданство, стать россиянином? Ну, честно говоря, идея всегда была, желание тоже всегда было. Когда было предложение, я сразу согласен, тоже зависит не просто за меня, зависит тоже моя супруга. И она сразу была за вот это решение. И поэтому все и сделала, и быстро получили. Значит, а вы были лично заинтересованы или клуб как-то вас мотивировал? Ну, это оба страны, наверное. Я тоже был таким возможным, даже перед получением паспорта я разговариваю с тренером Сергеем Скоровщем. Он тоже сказал свое именение и свое желание. И поэтому, когда я уже слушался, такие тоже желания выступать за сборную России всегда был. И тоже в стране в клубе тоже был, в два клуба тоже Вигана. И приятно почему-то освободить одно место, как легионера, могу сказать. И поэтому два клуба тоже был интересован. Как вообще вам выступалось по сборной России? Ну, приятно, приятно. Всегда, как дети, любые дети, вступают за свои сборные, за свои страны. Всегда будут такие мечты. Ну, я просто молодой вышел, ушел из Бразилии 24 года, и поэтому так и возможно не было. И когда будет такое предложение, у меня уже 30 лет как раз был, и я, честно говоря, не ждал. И просто когда уже это будет такое предложение, я согласен и за все силы выступал за сборную. Ну, вот вы стали серебряными призерами, и после окончания чемпионата мира объявили, что все-таки заканчивать выступление за сборную не остался какой-то внутри, в общем, осадок, чтобы не стали чемпионом мира. Ну, не просто чемпион мира, я думаю, тоже три раза мы получили серебряный призер, это чемпионат Европы. Конечно, для моего заступления в сборную остался такой, знаю, недосчетный, вот этот золот, которому я сел в 6 лет, который за сборную играл, почти завоевали. На все турниры, которыми мы играли, кроме Таиланда, под последним чемпионатом мира, мы все финалы играли. И когда ты играешь в финал, ты очень близко уже сел, но так не получилось, видно, это не мои. Ну, я просто рад за такие все время, которые играл за сборную. Я думаю, сейчас дорога молодая, открытая, и они, мы уже знаем, как попасть в финал. Сейчас, как выиграть финал, они должны учиться и сделать такие. Решение окончательное, да? Ну, да, я думаю, да, 6 лет, это большое время за сборную, я думаю, очень много сделаю. И тоже, я думаю, это поколено есть, и ребята, молодые фратари тоже хотят показать себе. Я думаю, я не такой эгоист, который буду играть за сборную за 40 лет. До упора, да? Да, до упора, поэтому, я думаю, возможно, ребята показать свои. И, как я сказал, дорога открытая, и я всегда буду держать и буду болеть за сборную России. То есть вы готовы участвовать и в подготовке новых фратарей, да, молодых? Ну, я думаю, поколены есть, и просто надо давать почувствовать, ребята, как первое. Это большое свидетельство, когда ты первый фратарь из сборной России. У нас сейчас из сборной России второй или третьей сборной по рынке мира. Это очень большое, это огромное напряжение, когда ты в любой игре, ты играешь, в любой стране, в любой соперник, ты придешь уже, и они на тебя хотят смотреть, на изборную хотят смотреть. Одно это играют за клубы, а другое за изборную. Поэтому мы должны это чувствовать сейчас по колено. Я думаю, 5-6 фратарей, если это, квалифицировать, которые могут показать свои работы, пусть они это попробуют тоже. Но все-таки вы готовы оставаться в российском футболе, да? Ну, в принципе, да. У меня в клубе с Динамо есть еще в год контракт. Я с удовольствием буду продолжать контракт, играю еще 2-3 года. Потом уже там, хотя бы в год достаться здесь в России, посмотрим, как все будет. Ну, а, допустим, там тренерская работа вас не включает? Нет, тренера нет. Пока у меня нет таких желаний. Тренера для меня это очень тяжело. Когда-то в учебе есть 15-20 футболистов, разные головы, разные мнения. Для меня это очень, могу сказать, даже страшно. Но как это в руководстве, больше такие стороны, меня тщательно. Поэтому буду готов за такие стороны. Но ведь вратарь это тоже, в общем-то, правая рука тренера, который руководит всей игрой на площадке? Ну да, вратарь, говорят, это 50% команды, чемпионат, плей-офф, это почти 100%, говорят так. Ну, честно, вратарь все смотрит игру, много можешь считать. В 37 лет уже начинает опты, и ты уже знаешь, когда надо, когда не надо, и друзей помогать. Поэтому вратарь это тоже приятно так сделано. Сложно было выучить русский язык после португальца? Ну да, начало было очень тяжело. Первые два года вообще ничего не говорил. Максу привет. Но потом все-то сложилось. И слава богу, всего не могу, хотя бы обещайся дома с супругой детей. А если подойдут молодые бразильские игроки, которые определяются, куда им поехать дальше, Вы посоветуете им продолжить карьеру в России? Ну, конечно, советую. Я думаю, Россия на данный момент это самый хороший чемпионат. Это суперлига наша, это одна самая сильная. Сейчас зависит от того, что результаты, которые вот этот сезон показывал. Чемпионом мы были, чемпионом мы сейчас на 5-м место. Вице-чемпионом сейчас на 7-м место. Очень тяжелый чемпионат. Я думаю, для любого футболиста приятно играть в такие турниры. И о детях. Будут они играть? Ну, дай богу, дай богу. Я думаю, слава футболу. Я знакомил мою супругу, слава футболу. Я всемиром улетел. Слава футболу, я учился русский язык. Поэтому это здоровый. Здоровый людей, это самое главное. Здоровая жизнь. У меня уже 37 лет. Много говорить и не показывать. Это тоже слава футболу, слава здоровы, которой мы должны каждый день показать себя и береги себя. Почему наше тело, наша голова, это наша семья, могу сказать. Если у меня ничего не порядка, у нас дома тоже не будет. Поэтому мы работаем. И я думаю, детей, если будут таки возможно, папа просто довольна буду. Отдай детюшку. Конечно, обязательно. Спасибо большое. Удачи вам. Не за что. Все.